Футбольный клуб Добрый вечер, вы в футбольном клубе, я Василий Уткин, на канале НТВ+, информационно-житейская передача о футболе. Мы работаем в прямом эфире и вы при желании можете поучаствовать в нашем выпуске. Достаточно задать вопрос в специально открытой теме на футбольном форуме сайта нашей телекомпании www.ntvplus.com. Это будет в конце, или как еще можно выразиться, в итоге, или в финале. Сегодня главный разговор пойдет, разумеется, об игре сбора нашей страны против англичан. Мы долго этого ждали, наконец дождались и остались недовольны. Не знаю, все ли. По крайней мере, за два дня я довольных не встречал. Думаю, что они, конечно, есть, но их чувствую, мы легко можем пренебречь. Футбольный клуб никого не планирует утешать или вдохновлять. Мы просто покажем вам, как увидели лондонские события минувшей недели, две наши съемочные группы и наш эксперт. А теперь обещаю парочку язвительных комментариев. Начнем, пожалуй. Итак, взгляд из Лондона. Города Великого. И совсем, кстати говоря, не настолько туманного, как о том принято говорить. Репортаж Дениса Казанского. Российские бомбардировщики над Британией. Покупайте Evening Standard. Разносится над Пикадиле. У мобильного киоска столпотворения не наблюдается. Все спешат по делам. Даже панки, что битый день на площади предлагают за деньги с ними, сфотографироваться газету не берут. Что ж такое, сокрушается продавец Билли Джонс? А может, что-нибудь про футбол в заголовок вынести? Все-таки Англия, Россия, спрашиваю я. Тогда точно никто не подойдет. Чего тут нового? Мы вас спокойно обыграем. 2-0. Так же, как и Билли, настроен весь Лондон. Тут ведь и не такое видали. О предстоящей игре практически ничего не напоминает. Все так же отбивает часы Биг Бен, крутится лондонский глаз и меняется Королевская гвардия. Лишь местами попадаются болельщики. Вот, например, парочка подгадала бракосочетание к игре и в свадебное путешествие на Уэмбли. Должно, что все-таки как-то неожиданно происходить. Свадьба, мы так прожили вместе уже достаточно долго, а тут решили оформить все официально. И оказалось, что очень удачно, удачный выезд. Возле пабов как-то скромно вырастают доски с объявлениями об игре. Зазывают посмотреть победу своих. Российской сборной в Англии имеют довольно смутное представление. Те же, кто информацией публику питает, пять-шесть полос отдают своим. И пол полосы сборной России. Чтобы написать хоть что-нибудь, местные репортеры обращаются в русскую службу Би-Би-Си. Объясняться приходится с нуля. Если подойти даже к спортивным журналистам местным, то, наверное, они назовут, может быть, из сборной России, наверное, Киржакова, который играет за границей, в Севиле. И, в общем, он известен более-менее. Но о сборной России говорят только в двух углавлениях. Во-первых, поскольку гус-хитинг, нынешний тренер сборы России, мог бы возглавить Англию. И об этом говорят прежде всего. О том, что вот вы посмотрите, если вдруг Россия закроет Англии дорогу на Евро-2008, и Англия впервые не упадет на чемпионат Европы или мира с 1994 года, когда они в Америку не поехали, то, в общем, преградит дорогу Россия именно тренер, который, в принципе, мог бы в свое время стать бы тренером сборной Англии. Легенда Арсенала и сборной Англии Мартин Киоуна сейчас эксперт на канале Sky. Перед интервью настоятельно попросил о сборной России ничего не расспрашивать. Вдруг чего напутает. А про своих рассказать – это всегда пожалуйста. Россия приезжает уверенной в своих силах. Неуязвимой, так сказать. Вы же пока не проиграли. Любопытно будет посмотреть, как Россия сыграет в три защитника и как Англия с этим справится. Но должен заметить, что вам придется играть против другой сборной Англии, не той, что была до матча с Израилем. У нас произошли очень серьезные изменения и в составе, и в игре. Мы стали сильнее психологически. И оттого я, как болельщик сборной Англии, жду тяжелую, но победную игру. Тем более, что играем мы дома. Фактор Уэмбли – это серьезно. 798 миллионов фунтов. И получите самый дорогой стадион в мире. Уэмбли не реконструировали. Его строили заново. Нет следа от знаменитых башен. Теперь есть арка. Она поддерживает монументальную крышу, которая в случае надобности накроет поле. 90 тысяч зрителей никогда не промокнут. Все сидения от неба скрыты козырьком. Если составить кресло в ряд, получится 54 километра. А если слепить вместе 600 телевизоров, выйдет вот этот экран. В стадионе 4 самых больших лондонских ресторана. 688 точек общепита. И 2500 уборных. До Королевской ложи 107 ступеней, а не 39, как раньше. 12 сентября здесь появится сборная России. И вот на календаре 12 сентября. Час Икс для Макларена и Хидинга. По-другому в Лондоне и не говорят. Ну, говорить-то одно, а писать совершенно другое. Сами понимаете, английская пресса – это нечто. Так что посмотрим на заголовки. Прямо сейчас обзор прессы. В Англии глаза как-то сами ищут издание Sun. Вот оно, самое дешевое, между прочим. 20 пенсов и последняя полоса. Мы забьем за Макларена. Причем забьем, обыгрывается слово. Put in. Putin получается. Ну, а здесь, здесь адская кухня. Это местное реалити-шоу. Джерард поможет приготовить гуса. Вот такой вот заголовок. Вапы. Издание посерьезнее возьмем. К примеру, вот Таймс. Англия готова пробиться в финал, говорит Макларен. Фотография Хески. Ну, а здесь, а здесь расстановка команд. 4-3-1-2 Англия и, возможно, 3-5-2 Россия. Ну, в общем, пресса свое дело делает. Общество уже разбудоражено и ждет матча. Дождем и мы. Около стадиона работают всего две точки, в которых можно купить атрибутику. Выглядит все очень неформально. Кустарные ларьки подозрительного вида продавцы. В официальных киосках, их всего четыре, можно купить только программки. По двум сторонам аллеи, она называется Олимпийский путь, несколько подразделений уборщиков, этакие онлайн-дворники. Туда и обратно болельщики должны идти по чистой улице. Еще два часа до игры, а народу уже приличное количество. То же самое было и на матче с Израилем. Только вот одно отличие. Тогда болельщиков израильских сберли, днем с огнем надо было искать. А наши везде, то справа, то слева доносятся. Россия, Россия. Кажется, что наши приезжали сюда даже без билетов, ведь они знали. В любом случае жучки будут. И не ошиблись. Вот там вот, у станции метро, где начинается этот путь. Стоят жучки, продают билеты. 75-100 фунтов. Бери, сколько унесешь. По официальной статистике, на матч пришли 86 106 человек. Персонально мы ни с кем не играли. И давно уже так никто не играет. Играли как обычно. Ну, никто же не знал, что он выше всех будет пробить. И думали, что мы справимся. У нас есть высокие защитники. Ну, как так получалось, что раз за разом чирк, быкут за спиной. Второй гол именно так случился. А что Кирилл после матча сказал команду? Пока еще ничего. То есть он не заходил в сделку? Заходил. И молчал? Ну, конечно. Что ему говорить-то? Сгадуете все еще от гостиницы. Мы же не разъезжаемся. У Англии было не очень много моментов. Кажется, в одном из мячей был офсайд. Я слышал, что гол Зырянова казался чистым. Но надо еще посмотреть. Россия оказывала давление на соперника. Им приходилось играть на контратаках. Но вот в чем разница. Они свои моменты использовали, а мы нет. Итак, мы проиграли. Проиграли команде, которая показала, что у нас сильнее и класснее. Давайте запомним это обстоятельство. Я к нему чуть позже вернусь. Сейчас для порядка посмотрим на таблицу. Сборная Хорватии. Начнем с нее. Держала две победы. И, пожалуй, теперь вряд ли опустится ниже второго места. Становится ясно, что разыгрывается одна путевка. Хорватия ушла. А путевку разыгрывают сборные России и Англии. После поражения на Уэмбли команда Израиля остается второго места на три очка. Не имеет прямых встреч с англичанами, которые эту строчку занимают. Зато имеют игру в Хорватии. В общем, Израиль отвалился. Путевку оспариваем мы и англичане. Вот календарь оставшихся встреч. Совершенно очевидно, что если сборная России не выиграет у англичан в Москве, шансы до ногти будут сугубо теоретическими. Если же победы будут достигнуты, то нас ожидает еще сложнейший матч в Израиле. За четыре года местная сборная на своем поле уступала только раз в официальных матчах. Итак, мы програли команде, которая оказалась нас сильнее. Это явное и это главное впечатление от матча в Лондоне, вне зависимости от того, что мы сами при этом показали. Из этого превосходства англичан можно сделать вывод, что все нам не светит. Но, господа, как вы думаете, если англичане настолько грозны, то как же до этого дня мы опережали их турнирной таблице? Почему-то кажется, что, наверное, все далеко не так однозначно. Нас ждет игра в Лужниках. Дома сборной России вообще проигрывают крайне редко. Не станете живо отрицать, что англичане провели настолько классную игру во многом потому, что они очень-очень были вдохновлены тем, что отступать им уже некуда и что играют они дома. Ну а теперь-то мы в этом положении. А вот как обыграть Англию? И вообще, стоит ли подобным образом сейчас ставить вопрос? Давайте послушаем, каким выводом по итогам игры пришел наш аналитик Константин Генич. Как говорил один из персонажей известной комедии Леонида Гайдая, экзамен для меня всегда праздник профессора. Так вот, праздник в Новой Эмбле удался, к сожалению, только англичанам. А подопечные Сиденко пусть и не с треском, но этот экзамен провалили. Даже пророческие сновидения Виталия Мотко не помогли. После встречи с Македонией состав российской сборной претерпел некоторые изменения. Так стратегически важный объект в фланге укрепились за счет появления Анюкова и Жиркова. Оставив в запасе Быстрова, Хидинг передвинул Беллидину в середину поля с расчетом на то, что полузащитник Лока добавит компактности и станет связующим звеном между атакой и обороной. Дуэт форвардов был выбран в пользу пары Сычев-Аршавин. Но все эти перестановки стали бесполезны уже к середине первого тайма. Стартовый натиск хозяев мы не стерпели. Да и натиском это назвать нельзя. Так скорее давление трибуны и атмосферы. Ведь по большому счету англичане ничего сверхъестественного не придумывали. Любопытно, что оба забитых мяча в первом тайме не пришлись как бы по накату с первой волны, а оказались в продублированной ситуации. Вот, например, первый гол Оуэна. При подаче углового все разобранные и свободных игроков нет. Но пара секунд спустя при повторной подаче уже два игрока английской сборной абсолютно свободны. Рядом с забивающим Оуэном ни кем не прикрыты Хески. Как так? Объясняется, наверное, только невнимательность. Или вот второй пропущенный мяч. Робинсон выносит его далеко от ворот. Все внимание наших игроков исключительно на Хеске и мяче. Ситуация вокруг не контролируется. А малыш Оуэн совершенно один. Отскок к нему и пожалуйста в голевой момент. Хорошо, что здесь Березуцкий воздух выигрывает. Мяч выносится, но мгновение спустя ситуация повторяется вновь. И опять Оуэн совершенно один. И тут уже не пронесло. Ни Игнашевич, ни Жирков глазом не моргнули, чтобы успеть накрыть Оуэна. Иначе как невнимательность и это не назовешь. Но и исполнение на высшем уровне, чего грех оттает. Перед игрой больше всего опасались фланговой игры англичан. Но надо отдать должное и Анякову, и Жиркову. В том, что особо развернуться английским крайкам наши в принципе не позволили. Здесь нельзя не отметить Юрия Жиркова. Противостоять неуступчивому Ричардзу не так-то просто. Но Жирков не только предельно надежно отыграл в обороне, но и в атаке запомнился парой неплохих и зрячих прострелов. Жаль, только партнеры не поддержали. На правом же краю Аняков сосредоточился исключительно на оборонительных действиях. Частенько на левый фланг на помощь к Жиркову смещался Беллилидинов. Особенно это касается первого тайма. На пару они очень здорово комбинировали, и за счет мелкого перепаса Беллилинов дважды оказывался на ударной позиции. Сначала мяч угодил в сетку с внешней стороны, а чуть позже Робинсону пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить мяч из нижнего угла. Да и самый острый момент россияне в этом матче сотворили именно на левом фланге. Была рука у Зырянова или нет, вопрос уже не имеющий смысла. Но то, что моменты мы хотя бы создавали, по крайней мере по сравнению с матчем против Хорватии, факт весьма отраден. Но если мы надежно прикрыли фланги, то центральная зона у нас образовалась не иначе, как вакуум. Оуэн раз за разом свободно получал мяч, кому его встречать наши так и не разобрались. Причем иногда доходило до абсурда, как, например, в этом эпизоде. Игрока с мячом атакуют сразу три наших защитника. Аняков сопровождает игрока, вырывающегося в свободную зону. Жирков мечется ни туда, ни сюда. В общем, кто в лес, кто под рова. Хорошо, что здесь Малафеев выручил. А во втором тайме в похожей ситуации Оуэн пожарничал, взял игру на себя, не отдал передачу Хеске. А так бы мог получиться выиграть один на один. Заметьте, что на позиции левого защитника почему-то оказался Зориан. Это только некоторые эпизоды. Во время игры их было куда больше. Англичане же, напротив, такой вольготности нашим форвардам не позволяли. Стоило Аршавину принять мяч, как он сразу же чувствовал дыхание английского защитника в спину. Из такого цветного это выбраться было ой как нелегко. То же самое и с вышедшим на замену Павлюченко. При плотной и очень компактной игре команды Макларена в середине поля пробиться к воротам Робинсона через центр было практически нереально. Выход Быстрова под занавес первого тайма видимых перемен в игру российской сборной не внес. Да, правый фланг заработал поактивней, но стихия Быстрова — это свободная зона и скорость. А бежать-то особо было некуда. В обороне англичане действовали предельно внимательно и надежно. Вдобавок ко всему Фердинанд в концовке пришел на стандарт и забил из-под Быстрова нам еще один мяч. 0-3 и не скажешь, что счет не по игре. У Хидинка есть месяц на работу над ошибками. Этот экзамен не сдан. Для выхода на чемпионат Европы нам необходимо обыгрывать англичан дома. Но, разумеется, в матче, который закончился со счетом 0-3, больших оснований для оптимизма не найдешь. Мы и не будем искать эти самые основания для оптимизма. Вообще оптимизм — это личностное качество человека. Оно либо человеку присуще конкретному, отдельно взятому человеку, либо не присуще. Я, например, скептик по своей природе. А к анализу ситуации, личностное качество, аналитика отношения не имеют. Во всяком случае, не должны иметь. Вот из экспертизы Константина. Яствует, чтобы при неплохих собственных действиях оказались все равно слабее. Ну и как относиться к перспективе повторить опыт встречи с Англией через месяц? А очень просто. Я думаю, никто не станет спорить с тем, что своего лучшего футбола сборная России в этом матче не показала. Не забила, в частности. Хотя могла. Поддалась давлению соперника в первые минуты. Хотя этого можно было не допустить. Это только примеры. Так вот, лично я, будучи скептиком, тем не менее надеюсь не на победу над англичанами в Москве. Этого вполне возможно не произойдет. Дело не в этом. Говорить надо о другом. Я надеюсь, что сборная России сможет усилить свою игру в течение этого месяца. Ее задача сыграть в нужный день свой лучший матч. А будет ли победа? Понимаете, в данном случае это вопрос технический. Иного пути к победе нет. Сыграть свой лучший матч. Ну, а хватит ли этого для победы? Иногда это вообще решается не здесь. Не среди людей, так сказать. В этом смысле очень важно помнить, что наша сборная – это группа людей из плоти и крови. С нервами, эмоциями и амбициями. Давайте посмотрим на матч сборной России в Лондоне, как на несколько дней из жизни команды. Тимур Журавель, который был вооружен нашей маленькой, но вполне профессиональной и не раз уже доказавшей свой боевой характер камерой, был в расположении команды все эти дни. В самолете сборной невозможно понять, куда она летит – биться на Уэмбле или забивать Андорри. Жизнь тут всегда идет сама по себе. Набор стандартный. Немного быстрых машин. Немного азартных игр. Ну и непременный сон. Где еще можно увидеть заспанного игрока Сивили? Не на тренировке же. Автобус сборной, куда уже не пустят, это другая история. За окном Англия. Гус-хидинг почему-то мрачен. А жвачка это, наверное, потому что здесь у тренеров так принято. Я думаю, на самом деле Гус не очень будет доволен, что вы здесь снимаете. Кто не будет доволен? Гус. Почему? Да, там в столовой. Да? Лучше мотать здесь. Но даже в областной глуши сборной не укрыться от камер. Каждая реплика в копилку впечатлений. Спрятались удачно. Не найдут. Главное, в первой Эмбле найти, да? Да. По карте найдем. А первые впечатления самих игроков – далеко же мы от города. Вон заяц. Видишь? Есть? Вон заяц, смотри. Вот, 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 вот. В России поупитанные зайчики. О, вон, смотри, бежит. Смотри, смотри. Смотри. На заднем дворе отеля вместо зайцев – журналисты BBC. Они уже час ждут Хиденко. Ведущий Джонатан Пирс будто знал, что дело затянется. Прихватил с собой маленькую дочку. Опоздавший тренер отшучивается. Ваша дочь – вот это? Вот эта. И указывает на продюсера. Кажется, Пирс немного обиделся. Почему Хидинг тренирует Россию, а не Англию? Вот главный вопрос. Журналист заходит на него с разных сторон. Русские были настойчивее, отбивается гус. О предстоящем матче почти не говорят. О нем говорят сами игроки. Джерард, ты боишься? Нет, зачем его бояться? Я живу старше. Против кого тебе интереснее всего сыграть в этот матч? Персонально? Ой, не знаю. Ну, обыграть кого-то, я не знаю. Бэкхэм? Ну, не знаю, будет он играть, не будет. Стой. Ладно, пошел. Уэмбли встречает банальным напоминанием. Англичане считают, что одно «оно» должно внушать трепет. Новый стадион — объект покруче ядерной электростанции. Неукоснительное правило — по Уэмбли можно перемещаться только в сопровождении стюарда. Причем это не совсем гид, скорее надзиратель. Кто хочет идти на пидж-сайду? Кто на поле идет? Вот, иди, иди туда. Окей, пидж? Один минуты, я буду с тобой. На нас, бери. Проводить к полю — то же самое, что провести к реактору. Это сердце стадиона. Будто ты оказался в чьей-то пасте, а скал огромных трибун. Пади, не испугайся. Первые минуты тренировки — просто оглядеться, куда же ты попал. У журналистов, чтобы оглядеться, всего 15 минут. Поэтому коллега Казанский записывает стендап буквально на бегу. А пустые трибуны продолжают на нас скалиться. И все те же слова, как заклинания. День матча. Полиция бдительнее. Если в пабе компания больше трех человек, значит она под подозрением. Констебль долго выспрашивает, кто мы есть. Главное, аккуратнее с билетами. В итоге предупреждает он. А угроза билетом — в метро. За два часа до матча толпа уплотняется. Свой тикет лучше держать прямо у сердца. Да, и еще не слушай, что говорят. Наполняемая этими людьми чаша Уэмбли становится страшнее, чем была накануне. А ведь сейчас они еще и запоют. Боже, храни королеву. На самом деле, храни сборную Англии. Поги здесь выиграй. Ну, знаете, лучше бы мы ничего не показали и выиграли 3-0. После игры жизнь продолжается. В миг-зоне она даже кипит. Наш физиотерапевт Арне Филлипс обменивается телефоном с Джоном Терри. Майкл Оуэн болтает с журналистами. Солидные дядечки. Будто герой матча сдает университетский экзамен. Джон Терри попивает энергетик. Хочется думать, что матч отнял у него немало сил. Коллега Казанский ловит хидинга, который, казалось, уже проскочил мимо. Тут же, как намет, слетаются остальные. Через эти двери команды выходили на поле. Последнее, что видели игроки, те самые слова. Похоже, этот стадион не мог нам улыбнуться. Не остается добавить, что в половине девятого вечера, в понедельник, или, как выражаясь языком цифр, 17 сентября в 20 часов 30 минут, смотрите на канале «Наш футбол» выпуск нашей специальной программы подробностей. В этой программе вы увидите большую получасовую версию совместного репортажа Дениса Казанского и Тимура Журавеля о пребывании в Англии нашей сборной, наших болельщиков, ну и их самих. А сейчас обратимся взором к другим событиям отборочного цикла. Начнем с наших соседей и братьев, как бы кого-то не коробило это определение. С украинцев. Сборная Украины в двух матчах минувшей игровой сессии против сборных Грузии и Италии набрала всего одно очко. И теперь ее шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы можно назвать теоретическими. Они есть, потому что у украинцев остались в матче с прямыми конкурентами Шотландии и Франции. Если их, а также еще две оставшиеся игры выиграть, можно и попасть. Но дело в том, что рассчитывать на стопроцентный результат на финише турнира, в котором команду определенно все время лихорадит, трудно. Отложим пожелания успеха. Сперва разберемся в причинах неудачи. Как всегда, благодарим за помощь наших коллег из братской программы ГОЛ. Поле стадиона в Тбилиси украинцы покидали с опущенными головами. Вместо того, чтобы взять три очка, которые по игре сами шли в руки, сини-желтые пропустили мяч за две минуты до финального свистка. Это ж смех, это цирк какой-то. Упустить собственную победу. За день до неудачи Тбилиси встретил украинских гостей с сентябрьской жарой. Футбольная примета грузинской столицы – огромные фото Кахи Каладзе, рекламирующего мобильную связь. Увидеть живого Каладзе местные фаны могли на тренировке сборной. У Клауса Топтмеллера железная дисциплина. Но когда тренировка закончена, грузинские звезды не прочь подурачиться. Всегда украинские команды, грузинские команды невоспитаны. Два кубка взят, но невоспитаны. Уже можно что-то поливать, он так считает. Да. Ну как раньше поколение говорили, всегда дружили грузинские команды и украинские команды. Он секретов не ведает. Он говорит о дружбе украинско-грузинской. Я жачат. Только что просто увиделся. Вау! Вот это был ответ, да? Между вами ничья. Программа «Гол» говорит, что 1-1 вы сыграли сегодня. А как завтра сыграете? 2-0. Я Тенгис Сулаквелидзе. Престую в нашу академию. Встреча украинских и грузинских футболистов – это еще и повод вспомнить славное прошлое. Тенгис Сулаквелидзе, 80-й, был соперником в «Динамоксах» на поле и другом за пределами. Тенгис Сулаквелидзе последние 5 лет содержит футбольную академию. На арендованной у государства земле он разместил 6 полей, на которых занимаются дети. В день игры с украинцами грузины провели разминку именно на полях академии Сулаквелидзе. Другой знаменитый защитник Александр Чивадзе в день игры встречался с Блохиным и Балем. Может, поэтому Чивадзе предсказывал боевую игру, в которой решающую роль сыграет исполнительское мастерство. Слова Чивадзе точно отобразились в игре, которую украинцы начали лучше. На восьмой минуте Назаренко исполнил угловой, и Шилаев забил свой первый мяч за сборную. Гол привычно подтолкнул команду Блохина перейти на игру вторым номером. Но даже большой брак в передачах не мешал украинцам создавать опасные моменты у чужих ворот. Два чистых выхода один на один были у Калиниченко и Назаренко. Но сначала Спартаковец не рассчитал размер ворот, а через три минуты уже удар Назаренко пришелся по центру. Старое футбольное правило сработало моментально. Руссел ошибся на ровном месте, и мяч улетел на угловой, который стал для Украины фатальным. Подача справа Калиниченко упустила с поля зрения Сирадзе, и тот точно пробил головой. Один-один. Серия такой кошмарных каких-то невероятных, я же говорю, стечений обстоятельств, которые приводят к такому вот результату плачевому. Я уже не знаю, извиняться перед ребятами или смеяться вместе с ними там над собой, там, я не знаю. Ну, какой-то кошмар, честно. Я уже не знаю, чем это объяснить. Олег Блохин после игры с Грузией традиционно нервничал, не просто отвечая на простые вопросы. Среди эмоций тренера проскочила фраза, которая насторожила многих. Не называя имен, Блохин сказал об отсутствии мотивации у некоторых игроков. Те ошибки, которые совершили, ну, это уму непостижимо. Это в детских школах не делаются такие ошибки. И надо брать свою ответственность на себя. А не выходить и смеяться на футбольном поле. Дурака валять. Нет мотивации, лучше скажите мне, не приезжайте в сборную. Лучше мальчиков буду брать. О ком, говорил тренер, можно только догадываться. Но почти незаметные Шевченко и Воронин в Грузии не оправдали аренамы лидеров. Блохин отреагировал на это уже в Киеве. Против итальянцев Воронин оказался в запасе. Ну, потому что я принял такое решение. Воронин вообще не тренировался в последнее время. Воронин имеет 3 килограмма лишнего веса. Вместо Воронина в стартовом составе Калиниченко. Он на левом фланге, Гусев на правом. Должны были вскрывать оборону гостей и поставлять мячи Шевченко. В заявку итальянцев не попали Дель Пьера и Лукарелли. Перед игрой оба никому не отказывали в автографах. В старте вышел Амбразини. Анонсированная травма Пирла оказалась ложной. В общем, Роберто Донадони тоже удивил. Первые минуты матча за Украиной. Стандарт Шевченко и Буфоны спасает Перекладина. Потом было еще несколько атак, которые могли закончиться голом. Но где-то не хватило мастерства, а где-то фарта. Концовка тайма получилась для украинцев хуже не придумаешь. Донадони должен был зарить Пирла за уникальный пас и Динатали за нужный гол. Второй тайм для Украины снова благоприятная пора. Олег Блохин усиливает атаку. Вместо Калиниченко появляется Воронин. А вот так забивает Шевченко. Капитан забивает тогда, когда это очень нужно. Ничейный 1-1 заряжает украинцев на новую борьбу. Шева лично контролирует доставку мяча к центру поля. 76-я минута. Ключевая в матче. Шева отпасовал на Воронина. Тот пошел в обводку. Обрез закончился в таринговом Динатали. 1-2. Украина проигрывает Италии. И в том, что так случилось, Блохин обвиняет Воронина. Они повздорили еще во время матча. Воронин готов был уйти с поля. Даже начал снимать футболку. А потом все продолжилось после финального свистка. Ну, он привез гол в наши ворота. Второе, то поведение Воронина, которое он устроил, вы меня извините, это пускаем в Ливерпуле. Я, национальная сборная, не позволю, как главный тренер, чтобы игрок разговаривал с главным тренером в таком-то. Поэтому, пожалуйста, в Ливерпуль, в Бенитос. Нет, извините, в сборной играть не будет. Ну, я не люблю, когда меня делают постоянно виноватым в каких-то моментах. Мне не 20 лет, чтобы меня постоянно опускали. Лучше тогда вообще не вызывать. Поединок с Италией запомнится не только скандалом Воронина и Блохина. В среду синий-желтый выдали, пожалуй, свой лучший матч в квалификации. Но, не выиграв у итальянцев, Украина, по сути, осталась без Евро-2008. Ну, шансы, наверное, остаются, но отдел фантастики на втором этаже у нас. Вот, пожалуй, загадочный итог матча сборной Украины на прошедшей неделе. Конфликт между главным тренером Олегом Блохиным и одним из задеров команды Андреем Воронином. Ошибка Воронина, как вы видели, стала причиной второго гола в украинские ворота. Причиной поражения тем самым. Реакция главного тренера – публичный втык игроку перед всем стадионом и перед командой. Воронина в последние минуты, как говорят те, кто в матче смотрел, на поле видно просто не было. Кстати, размолки между Воронином и Блохиным не редкость. Это уже случалось в предыдущем отборочном цикле. Помню, матч был во Львове. Осознавленные люди говорят, что вообще конфликт между тренером и Фордом зрел довольно давно. Как это комментировать и как к этому относиться? Вообще говоря, не бывает конфликт только в той команде, которая побеждает. Там внутри кто-то с кем-то, может быть, не разговаривает, может быть, за глаза называет в своей компании нехорошими словами, но на поле этого не видно. А вот когда команда проигрывает, все существующие в ней разногласия, даже те, которые под самым глубоким спудом, обостряются. И то, что произошло в сборной Украины, думаю, характеризует не столько взаимоспороженность, отношения Блохина и Воронина, сколько то простое обстоятельство, что вот таким образом команда пережила свое поражение. В матче и, возможно, это весьма вероятно в отборочном цикле. Конечно, после игры в четвертьфинале чемпионата мира и после получения права провести у себя следующее Евро, для украинца все это ужасно обидно. Но пока еще, как кажется, конфликт не стал неуправляемым. На днях Андрей Воронин обещал сделать специальное заявление по поводу всей этой истории. Блохин свои слова, возможно, недостаточно, тем не менее свои слова он уже сказал. Он сообщил, что извинился перед Воронином в присутствии команды, однако подчеркнул, что не будучи прав по форме, по сути, остается при своем. Ну, впрочем, вы тоже уже это слышали. Думается, от развития этих событий те немногие шансы, что у Украины остались, зависят напрямую. Ну а мы от украинской темы шагнем к европейскому обозрению. Его подготовил Дмитрий Трошин. Практически в каждой группе борьба уже сводится к одной и очень конкретной интриге. Отборочный турнир к Евро 2008 вышел на финишную прямую. Всем без исключения командам осталось провести по 3-4 матча. В октябре и ноябре болельщиков ожидает все самое вкусное. Ну и, как всегда, по традиции не обойдется без слез. Слез радости и горя. Группа самая вежливая во всем отборочном турнире. Команды так и норовят пропустить вперед конкурентов, а те в ответ отвечают – нет, после вас. В итоге на поездку в Австрию и Швейцарию тут претендует аж четверо – Польша, Финляндия, Сербия и Португалия. С последними вообще творится непонятно что. Личья с Арменией и упущенные победы над Польшей и Сербией на последних минутах при абсолютном преимуществе по ходу. Понятно, почему не выдержали нервную луну за Филиппу Скалари, который полез с кулаками на Драгутиновича. Такая благотворительность может дорого стоить, даже несмотря на имеющуюся игру в запасе. Впрочем, сильно переживать тренеру португальцев не стоит. Польша и Финляндия сыграли между собой в ничью. До этого они были тоже весьма и весьма расточительны. Да и календарь и Кустиану Роналду и компании лучше некуда. Азербайджан, Казахстан, Армения и та же Финляндия дома. Среди трех других соискателей успеха может добиться кто угодно. Польша, например, еще играть на выезде с Сербии. Да и вежливость между соперниками тут никто не отменял. Друзинские приключения, обернувшиеся потерей двух очков, загнали сборную Украины в предельно жесткие рамки. Чтобы сохранить практические шансы на путевку в Альпы, в домашнем матче с действующими чемпионами мира был необходим максимальный результат. Но подопечный Олег Блохина сейчас не та команда, чтобы держаться в рамках. На гол сверх мотивированного Шевченко Динатали ответил дублем. Поражение 1-2 и призрачные надежды на второе место. Олег Блохин обвинил в неудачах команды журналистов. Они такие-сякие и команду попросту сглазили. Одно хорошо, на Евро-2012 Украина попадет по-любому. Тут уж не помешают ни журналисты, ни собственная невнятная игра. Французы, потерпев поражение от Шотландии, на Стат-де-Франц устроили себе валидольную концовку в квалификации. Они теперь третьи. Отступать теперь нельзя. Впрочем, тем же шотландцам, которые теперь лидируют, еще предстоят домашние встречи с Жовто-Блокитными и Италией. В последнем туре самим трехцветным предстоит бояж в Украину, который благотворительностью на глазах собственных болельщиков заниматься точно не будет. Сыграв в гостях ничью с Норвегией, сборная Греции сделала огромный шаг на пути к Евро. Если у паршепных от Тарихагеля получится то же самое в Турции, 17 октября одно из первых мест они себе практически гарантируют. Туркам вообще придется сложнее всех, им еще и с Норвегией играть, и с Боснией. Впрочем, все еще в их руках, особенно если учесть тот факт, что у команды Фатиха Терима есть игра в запасе. В этой группе тоже может случиться все, что угодно. Могла попортить нервы остальным и Босния на пару с Герцеговиной, но поражение от Молдавии поставило крест на этих робких надеждах. После железобетонной победы над Уэльсом помешать сборной Германии оформить путевку в Австрию и Швейцарию может только конец света. Бундешафт возглавляет группу С, опережая Чехов на два очка, имея игру в запасе. Ну а Чехи в среду одержали главную и, пожалуй, решающую победу в квалификационном турнире со счетом 1-0 над Ирландией. Теперь команде Карла Брюкнера для того, чтобы отобраться на Евро, необходимо выиграть один матч из трех оставшихся. Может не получиться с Германией, Словакией, зато уж с Кипром наверняка. Ирландии, по всей видимости, ничего не светит. Про Чехов было сказано выше, но обогнать Германию – это что-то из научной фантастики. Победа в оставшихся матчах, в том числе и над Бундестим, при том, что немцы в трех остальных тоже проиграют. В общем, Германия и Чехия вполне могут планировать подготовку к Евро. В группе Ф сам черт ногу сломит. На поездку в Альпы реально претендуют четыре команды – Швеция, Испания, Северная Ирландия и Дания. Поэтому в оставшихся матчах каждому из этого квартета придется как минимум дважды сыграть с прямыми конкурентами. Северо-Ирландцы, конечно, вряд ли куда-нибудь попадут. После ухода главного тренера Лорис Санчеса и поражения от Латвии и Исландии, эту команду не стоит воспринимать серьез. Очень многое решится в противостоянии Дании и Испании 13 октября. В случае победы датчан подопечным Луиса Арганеса придется совсем непросто, ведь их также ждет противостояние со Швецией, в которое за скандинавского соседа будет биться нежилая живота своего. В группе Ж явные лидеры Румыния – Голландия. Они опережают идущую третьей – Болгарию и при этом имеют по игре в запасе. Впрочем, уже 13 октября эти сборные сыграют друг с другом, а значит, у Болгар есть отличный шанс к ним подтянуться. А с 17 ноября состоится главный матч на всей турнирной дистанции – Болгария-Румыния. Скорее всего, тут и определится обладатель второй путевки на Евро. У голландцев проблем возникнуть не должно. Легкий календарь оставшихся встреч позволяет стране тюльпанов смотреть будущее с оптимизмом. Согласно турнирным раскладам и при определенном стечении обстоятельств, уже в следующем отборочном туре кто-то станет финалистом Евро в 2008. Ждать осталось недолго. Не забудем о событиях в России. В эти выходные у нас не будет чемпионата. Как кубок не сокращали, все равно для четвертьфиналов другого времени не нашли. И в итоге три недели в сентябре, а в нашей стране это самое благодатное время для игры в футбол, наше первенство стоит, ожидая непонятно чего. Заметьте, при этом многие только и говорят, что о переходе на осень-весна. Поля у нас, дескать, плохие. А тем, что есть, самым благодатным, подчеркнув, временем поезд толком не можем. Вместо тура увидим четыре игры на кубок. Большая часть чемпионата, большая часть команд в простое. Ну да ладно, в чемпионате у нас двоевласти. У Спартака и Зенита по 43 очка. И на четыре отстает Москва. При этом я бы отметил, что у нее остались прямые встречи с конкурентами, то есть возможность непосредственным образом влиять на расклад сил. При этом Москва, во-первых, не играет на два фронта. И, что тоже важно, из Москвы практически не уезжают национальные сборные ее лидеры. Поэтому пока другие в разъездах, Москва готовится. Все это не делает Москву фаворитом. Однако это заставляет живо интересоваться, чем она занята, пока в чемпионате была пауза. Поинтересовался Андрей Чикадаев. В среду утром, когда вся российская страна, выйдя на работу с нетерпением, ждала окончание рабочего дня, вечером сборная России играла на Уэмбли. Футболисты ФК Москва тоже вышли на работу и довольно буднично провели тренировку. Из основных игроков мне не принимали участие на Бабкин, Япуряну, Йоб и Ребеже, которые находились в расположении национальных команд. Однако все остальные игроки, в частности вся группа атаки, была в сборе. За обычной тренировкой горожан наблюдают группа детей. Это дети из детских домов. Им сегодня посчастливилось пройти мастер-класс у футболистов и получить специальные подарки и призы с автографами. Правильный ответ – третье. Третье место с отставанием на 4 очка от двух лидеров «Спартака» и «Зенита» и преимуществом в 3 очка над ближайшим преследователем «Динамо». Возникшая пауза в чемпионате, связанная с игрой сборной, в которой задействованы ведущие игроки конкурентов, горожан в борьбе за призовые места, представляется хорошей возможностью для того, чтобы как следует подготовиться к финальному рывку. Но после разговора с командой, понимая, что это всего лишь мнение. Неизвестно, что лучше, или играть, или тренироваться. Это раз. Во-вторых, для всех нагрузка примерно одинаковая. Даже наоборот, через игры гораздо легче подходить к следующему игроку. Пауза не только мешает мне. Рапидо или быстрее, по-испански подсказывает слуцкий Макси Моралесу. В отсутствие основной группы защитников, горожане отрабатывают действия в атаке. Можно сказать, да, что группа атаки у нас вся основная находится, и мы можем моделировать атакующие действия сейчас в тренировочном процессе. Но все-таки для того, чтобы команда была целостной, необходимо, чтобы все игроки находились. И да, наверное, отсутствие не такое большое, как в других командах, но тем не менее оно есть, и оно тоже сказывается. По окончании тренировки Сергей Семак, Александр Поломарев, Юрий Живнов, Роман Адамов, а также тренер по физподготовке бразилица Анжела Аудиш, продолжают работу. Работу с детьми. Всегда лови, что ты в пальце так делаешь. Поначалу даже смотри, да. Ловишь и смотришь на пальцы. Понимаешь? Попробуй. Мастер-класс выглядел довольно символично. У детей только-только начался новый учебный год. У Потобечных-Слуцкого, по сути, он заканчивается. Начинается экзаменационная сессия, которая будет длиться 7 туров. И начнется все с предварительного экзамена, с четвертьфинального матча Кубка России против Амкара в воскресенье. К началу нового учебного года футбольный клуб Москва выпустил специальные фирменные дневники. Они выглядят вот так. Помимо основных разделов, в этом дневнике есть история футбола, правила игры, футбольная терминология и история футбольного клуба Москва. Но самое главное здесь есть объявление о конкурсе, суть которого заключается в том, что ученики, закончившие полугодие без троек, а желательно со всеми пятерками, получат приз. Любопытно узнать, какие оценки получат футболисты ФК Москва по итогам сезона и получат ли они свой приз. Ей мяч с автографами. Молодец. Календарь неплохой, пока играем неплохо. Главное, чтобы до конца сезона продержались в том игровом тонусе, в котором мы были до паузы, набирали свои очки по возможности. Я думаю, что задача, которая стоит перед нами по постройке, она реальная. Задача выиграть чемпионат не стоит? Нет, это многие команды, которые, не скажу, что более достойны, но амбиции гораздо выше. И по комплектации, по многим другим факторам, на данный момент они могут быть сильнее нас, конечно. Мы о чемпионстве не говорим и не думаем. Ну, как бы никто от этого не откажется, но тем не менее, пока это как-то далековато. На данный момент ситуация такая, она есть такая. То есть, вот у нас в следующем туре игра с «Динамо». Игра по существу за 6 очков, потому что или они сравниваются, или, соответственно, уже расстояние составит 6 очков в оставшихся 6 турах. Это достаточно солидный отрыв. Поэтому нам необходимо сначала вот эти пройти, как бы рубикон, а потом уже думать о более высоких целях. На следующей неделе нас ожидает событие регулярное, но оттого не менее долгожданное. Старт Лиги Чемпионов. Наверное, в этом году на старте ситуация запутана как никогда, потому что трансферный рынок, в который снова капнули телевизионные, заметим, деньги, был чрезвычайно активен. И кто усилился покупками, а кто, напротив, сделал ставку на стабильность, тут сейчас на старте сезона, правда, не доищешься. Однако, тем и интереснее взглянуть вдаль. Юрий Розанов нечасто балует зрителей нашей программы своими комментариями, но на старте Лиги, в ситуации отчасти провокационной, не отказался бы в удовольствии сочинить свой, в меру хулиганский, комментарий. Не сказать, чтобы в последние годы финалы Лиги Чемпионов проходили в центрах моды, пусть даже футбольной. Стамбул, Афины, в перемешку с Парижем. Финалы помалу дрейфуют на восток. Символично, что в Париже играли команды Стиляги, в Стамбуле и Афинах команды Трудяги. При этом, с точки зрения хоть визуальной вкусности, хоть качества игры, турецко-греческие финалы имени Ливерпуля и Милана ничуть не уступали матчу Сен-Дени между Барсой и Арсеналом. Следующий, хочется даже сказать, нынешний финал в Москве. Он пройдет в мае, но готовиться к нему надо уже сейчас. И организаторам им надо, и любителям прогнозов им хочется. Если пока не вспоминать когда-то поставленную президентом ЦСКА перед клубом на этот цикл задачу, то вроде бы искать имена будущих финалистов надо в хорошо известном всегдашнем списке европейских игр. Называть этот список каждый болельщик наверняка начнет с клубов той страны, чемпионат которой ему ближе. С Реала, Барселоны, с Милана или Челси мы в большей степени, чем год назад, обречены прикидывать шансы команды. Потому что две из них мы в мае увидим воочию. Легкоатлеты, однако, говорят, что марафон начинается после 35-го километра. Так и в Лиге Чемпионов. Ни Ливерпуль 2005, ни Арсенал 2006, хоть и проигравший свой финал, ни Милан 2007 на старте групповых турниров не производили зубодробительного впечатления. Стало быть, любители спрогнозировать их выход в финал должны были в основном полагаться на звучность имени, да еще на плохо видимые по осени, потому как только посеянные, этакие озимые изменения. К примеру, нынешний раздрайв игре МЮ не может длиться вечно. Для аса класса Фергюсона раскрасить не слишком изменившуюся стилистически с прошлого года, просто пока еще не дающуюся игру, в теории просто пара пустяков. Это в Премьер Лиге уходит драгоценное время. А в Лиге Чемпионов все еще на стартовых колонках. Тем не менее, есть обстоятельства, которые не позволяют начать список фаворитов Лиги от Англии с Манчестера. У МЮ трудная группа, как трудная она и у Интера, к примеру, и у Леона. Понятно, что проходить должны и те, и другие, и может быть даже третьи, но силы и энергии сожжено будет немало. А учитывая, что и в чемпионате Англии надо догадаться, проектирование выхода на пик будет зависеть не столько от командования Манчестер Юнайтеда, сколько от сиюминутных требований жизни. Также и Интера. Спалить в серии А команде придется побольше, чем в прошлом году. По крайней мере, на один Ювентус побольше. Ситуация с чемпионом Франции в контурах очень напоминает то, что происходит нынче с Манчестером, только на другом языке, и даже усугубляется тренерская заметка. Итак, Манчестер Юнайтед, Интер, Леон, вычеркиваем. Мне на кураже хочется вычеркнуть даже, прости господи, Милан. Опять-таки из-за вселенского, заранее известного, вложения в серию А. А еще, да, потому что хватит. А еще, потому что пока Милан наиболее тот же самый, что и в прошлом году. Будут ли весь год Кака и Зеедор такими, как по весне? Вопрос. К Милану, в теории, легко готовиться. Ну да, в теории, усмехнутся поклонники клуба и будут правы. К тому же, загодя низвергать нынешнего короля попахивает заговором. А мы не заговорщики. Так что оставляем Милан фаворитом, но все-таки с вопросом. Знак вопроса может уменьшиться в период дозаявочной кампании. То же и Челси. С той микроскопической разницей, что клуб Абрамовича Мауриньо еще не выигрывал лигу. Оттого должен быть мотивирован дальше некуда. Однако даже последний из проведенных пока в чемпионате Англии матчей показал и без того ясную штуку. Челси куда менее серьезно укрепился в этом сезоне. Неумолимость и минимум затрат на приобретение чисто английских очков на прежнем уровне. Однако выясняется, что даже Лэмпорт и Драгба не могут без трав. И как при этом может, не обязан, но может выглядеть Челси, хорошо показала Астон Вилл. Челси тоже фаворит, но тоже с вопросом. Получается вообще-то, что можно вычеркнуть едва ли не всех. Придраться всегда найдется к чему, коли есть желание. Так в Лиге чемпионов последних лет практически всегда имеется теневой фаворит. Ну или почти теневой. Нынче эту роль ваш покорный слуга отводит лондонскому арсеналу. В котором посевная Азимах грандиозна. Новый контракт Арсена Венгера помимо массы занятных вещей означает еще и то, что по спортивному бредящий Лигой Арсен не утратил надежду ее выиграть именно с Арсеналом. А такому мастеру стоит доверять. К тому же с уходом Анри Арсенал пока что не утратил веселости и оптимизма своей игры. А предположить, что обновившаяся кровь команды будет скорее играть и развиваться, чем загибаться, весьма резон. Остаются фавориты явные. Реал, Барселона, Ливерпуль. Длиннющая скамейка, огромный еврокубковый опыт, не становящийся меньше от того, что каждый из этих клубов тоже изрядно обновил кровь. Мне не кажется важной причиной новизна турнира для Бернда Шустера. Автоматичность игры команды, по идее, должна только увеличиваться. А то, что Реал не стал другим, то есть меньшим, по харизме, разъясняет старт испанского чемпионата с первой минуты первого матча. Барселона в главные фавориты входит по определению. По междометийности, на уровне охов и ахов, оценок своей игры. А значит, по не совсем четкому. Отчего один шаг до вообще космических оценок, понимание, где же предел у поймавшей Кураж Барс. С Куражом в прошлом году не всегда было ладно. Тем больше причин предположить, что Райкард это учил. А играть чисто кубковые противостояния нынешняя Барса училась, училась и научилась. Уже давно. Я вообще-то был недалек от того, чтобы назвать главным фаворитом Лиги чемпионов Ливерпуль. Два состава мирового класса, идеально ложащиеся под кубковый сетап и плей-офф в философии игры. Команда и так была хоть куда, а в этом году стала много сильнее. Группа у Ливерпуля труднее, чем у Барса и Лириала, не говоря уже об Арсенале. Но команды там подобрались очень уж для мерсесайдцев вроде бы подходящие. Думаю, что в групповом турнире повод поговорить о том, что копия всегда хуже оригинала, появится не раз. Так что сил Ливерпуль потратит изрядно. Но это те траты, которые можно планировать. Ливерпуль – фаворит. Однако ваш покорный слуга имел неосторожность в матче английской премьер-лиги уже назвать Ливерпуль главным фаворитом английского чемпионата. А быть главным там и сям – это уже смахивает на «всех порвем», что невозможно. Ни в чемпионате Англии, ни, тем более, в Лиге чемпионов. Так что не главный, а просто один из. Похоже, что из всего вышесказанного следует, будто автор считает, что в мае месяце в городе Москве болельщинские толпы будут говорить по-английски, либо по-испански. Что ж, пожалуй, так оно и есть. Однако следует помнить, что любой прогноз – это частное мнение, отнюдь не претендующее на то, чтобы быть истиной в последней инстанции для всех без исключений. Известно, что мяч круглый, поле Лужниковское, а Деникс – 21 мая 2008 года. А все остальное увидим. Уже начинаем смотреть. Ну и как-то само-самое уже привыкается к главным матчам в Лужниках. Отвечу на ваши вопросы, которые вы задавали сегодня в конференции «НТВ плюс футбол», вот, собственно говоря, в программу. Спрашивает Дедачел. Это ник, имя не указано. «Василий, как вы считаете, для игроков сборной разговоры о том, что у них за спиной огромная страна, пустой звук, что страна болеет и переживает?» Вы знаете, сколько за такие вопросы, я вот все время проезжаю. Ну, какого вы ждете ответа? Ну, как вы себе ждете ответ на этот вопрос в разговоре между мной и вами, интересно? Ну, прежде. Директора написала нам большое письмо в отношении программы «Наш футбол на НТВ». Спасибо за это мнение, но, вы знаете, я не могу согласиться с рекомендациями все-таки. Поймите меня правильно, отзывы очень важны, но, во-первых, есть формат программы, я не могу здесь ответить вам рецензии на это письмо, пишите мне на конференцию, если хотите. А, во-вторых, столь масштабные советы, поймите, очень трудно давать со стороны, потому что очень важна здесь кухня. Я вот вам скажу простой пример. В ближайший четверг, ну, в том формате, в котором мы сейчас придерживаемся, ну, мы, естественно, должны будем пустить программу, это нормально, это интересно, матча ЦСКА в Лиге Чемпионов. А вот могу вас порадовать, мы не сможем использовать ни одного кадра из этого матча, потому что НТВ Плюс владеет правами вот своими спутниковыми, а НТВ посчитал, что ему эти права не нужны даже в новостном объеме. Это решение канала НТВ, чем оно обусловлено, я, например, не знаю, а я только знаю, что мне нужно сделать в следующий четверг программу про матч ЦСКА с ПСВ, не использовав ни одного кадра из этого матча. Пожалуйста, дальше. Дальше ваш совет. Я рад их выслушать. Григорий спрашивает. Складется ощущение по матчам сборной, что мне не хватает дядьки, другими словами, и почитаю с кандидатуры. Вы знаете, Ревлон, опять-таки, общение в интернете за последние два дня уже вынули мне согласиться с тем, что сборной не хватает топ-вратаря, опорного полузащитника серьезного класса, который бы успевал в оборону и в атаку. Не хватает явно класса обороны, игрокам обороны, не хватает забивалы, но давайте решим, что не хватает еще и дядьки. И к чему мы придем? Потому что у нас есть то, что у нас есть. И уж чем богато, тем и рады. Агр Агр спрашивает. Не кажется ли вам, что для защиты сборной России непременно играть в четыре защитника, потому что Игнашевич и два Березуских при этом теряют свое дно наигранную суть? А как между ними наигранную суть меняется? Во-первых, они играют также в ЦСКА, где есть латеральный на флангах. И во-вторых, собственно, в Ладово между ними кто-то встал. А так формально просто сужается зона ответственности. Мне кажется, вы забуждаетесь. Значит, еще вопросы. Василий, как вы считаете, Сергей из Санкт-Петербурга способен ли наши обороны сдержать Оуэна? Кто же это может знать заранее? Нужно постараться. Я же говорю, что главное сделать все, что от тебя зависит. От того, что там повернется ли тебе судьба лицом, мы это у судьбы спросить не можем. Давайте просто рассчитывать, что будет сделано все возможное и этого команде пожелаем. А там уж мы разберемся ее хвалить или ругать. Василий, интересно, что это ваше мнение, спрашивает Дмитрий из Санкт-Петербурга о физическом состоянии игроков нашей сборной. В последнее время много было сказано о том, что их кондиции оставляли желать лучшего в претензии по поводу этого следа предъявить клубным тренером. Да нет, вы знаете, претензии к клубным тренерам не нужно предъявлять по этому поводу. Во всяком случае, очень существенно, мне кажется. Если есть претензии к клубным тренерам, то они должны быть конкретными. Может быть, они не в общественномении должны звучать. Но где, кто, в чем не подготовлен. Я понимаю, что, например, Аршавин двигается явно хуже, чем прежде. Но это частный вопрос. Фокус стоит в том, что мы сегодня видели в программе нашей Дрэйд-Алтангис Солк-Верильза. Мы могли видеть его на этой неделе в матче 1984 года Англия-СССР. Ведь это был выдающийся атлет. И он пробился в сборную России. Сборную Советского Союза, извините, тогда, конечно. Не только потому, что он прекрасно играл в пас. И у него был замечательный подкат. Но и потому, что на фоне остальных других, которые хорошо играли в пас, у него еще были феноменальные физические данные. В том числе от природы. А готовность, как ты их тренируешь. Сейчас наш футбол кадрово, в сравнении с 70-ми годами сборной СССР, в упадке. Игроков очень мало. И уж, опять-таки, что есть, то есть. Очень трудно сделать из человека суператлета за полгода. Да и вообще всем людям от природы разное дано. Понимаете? Вот у англичан есть Мика Ричардс. В 19 лет такой, какой есть. Прыгает выше головы. Соответственно, ноги, руки размером со столб. Вот такой вот суператлет. А у нас такого нет. Ну что же теперь делать? Винить тех, кто есть? Нет. Максим из Константиновска. Поражают мне такие вопросы. Проигрыш сборной означает, что мы ниже классом. Отсутствовал должное настроение на игру. Или же отсутствие качественной организации игры в целом. Максим, вот я смотрю на время задания вашего вопроса. 21 часа 7 минут. К этому времени у нас уже прошел блок материалов про сборную. Вы знаете, прямого ответа на этот вопрос я вам дать не могу. Вот что вы почерпнули из сказанного. Ну, сделайте его вот, пожалуйста, сами. Я не думаю, что вообще нужно как-то четко здесь из названного вами выбирать. И еще один вопрос. Примеры на НТВ+. Спрашивает Россонери. Что уже радует? Добрый вечер. Почему на SkyCulture и других каналах есть Барса и Реал, а на НТВ+. Я вам скажу так, друзья мои. Мне надоело за это дело отвечать. Честное слово. Я комментатор испанского чемпионата. Я не подписываю контрактов. Я не веду переписки. Не заключаю и не веду переговоров. Мне эта ситуация тоже уже перестала быть понятной. Особенно в сравнении с тем, что в других странах Европы эти трансляции действительно, видимо, появились. Поэтому я на НТВ просто отвечать не буду. Пусть на него отвечают те, кто компетентен на них отвечать, кто занимается, в частности, подписанием контрактов и их ведением. А я отвечать на них не буду. Я буду просто комментировать чемпионат Испании. Извините, это позиция. На этом все. Много было хорошего на этой неделе, тем не менее. И много хорошего еще будет. Я в этом абсолютно убежден. До свидания. Играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok Футболный клуб Футболный клуб Футболный клуб